Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги «Исход», перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». Ну вот, исход пока никак не случится. Вот, все мешает исходу. Мы уже разбирали, что и Моисей не тот человек, да и не должен был он даже и выжить изначально, и фараон совершенно не хочет, и израильские старосты как-то сопротивляются идее исхода, потому что первое, что они получили, это ухудшение своего положения, да. Их бьют почем зря, им не дают соломы, а кирпичи велят делать в прежнем объеме, такое соцсоревнование, да, у них не дают ресурсов, но требуют производства. И что, и как? Так, и Моисей в конце концов жалуется Господу, зачем ты мучаешь этот народ, говорит он ему. «Господь ответил, ты увидишь, что сделаю я с фараоном, под тяжестью моей руки он отпустит евреев, под тяжестью руки моей он выгонит их из страны. Бог сказал Моисею, я Господь, я являлся Аврааму, Исааку и Иакову, как Бог Всесильный, но моего имени Господь я им не открыл». Я напомню, что мы это читали в 4 главе, где Моисей спрашивает Господа, как тебе имя, и тот говорит, я есть тот, кто я есть, Эхья Ашерахье на древнееврейском. И вот это имя Эхье и, скажем так, форма очень на него похожая, Яхве, становится именем Господнем, которое непроизносимо. И вот Моисей говорит Богу, нам очень плохо, ты обещал нас спасти, но не спасаешь. А тот говорит, а мое имя Господь? Логичный ответ, нет. Причем здесь это? Моисей, что его про имя спрашивает, он раньше спрашивал. Но я напомню, что имя Господь, которое на самом деле по-еврейски звучит как имя собственное, примерно как Эхье или Яхве в более поздних вариантах, оно означает или, по крайней мере, связано с глаголом быть, присутствовать. То есть я есть тот, кто я есть, отвечает Господь, тем самым он говорит, я присутствую в вашей жизни, я здесь, я с вами. А значит, все устроится. И более того, может быть такой сложный путь ровно для того, чтобы это показать, чтобы явить свою силу и славу. Но не просто вот показать, я силен, я славен, я велик, я всемогущ, но показать израильтянам по-человечески это невозможно. Своими силами вы не справитесь. А со мной да. Я заключил с ними договор и обещал отдать им ханаанскую землю, страну, где они были чужаками. Ныне я услышал, как стонул сына Израилева под игом египтян и вспомнил про этот договор. Передай же сынам Израилевым, я Господь, я уведу вас из египетской неволи, освобожу из рабства, я вас избавлю, занесена моя рука и страшны мои кары. Я сделаю вас моим народом и буду вашим Богом. И вы будете помнить, что это я, Господь, Бог ваш, вывел вас из египетской неволи. Я приведу вас в землю, которую обещал отдать Аврааму, Исааку, Иакову, передам ее вам во владение. Я Господь. Моисей передал эти слова сынам Израилевым, но те даже и слушать его не стали, от малодушия, от тяжести работы. Вот. Смотрите, в чем, собственно говоря, состоит главный интерес израильтян. Чтоб не били, чтоб солому давали. Без соломы кирпичи заставляют делать. А им про какого-то Господа... Слушайте, не морочьте нам мозги. У нас и так без вас все плохо. Вот если бы только нам давали солому, может быть, чуть-чуть уменьшили норму выработки кирпичей, чуть-чуть увеличили пайку, там, отпуск дали, может быть, раз в три года. Вот было бы хорошо. А вы про Господа, вы там про какое-то поклонение ему где-то в пустыне. Да не надо нам этого. Не лезьте вы лучше. Без вас все было гораздо лучше. Вот какие они, израильтяне. То есть, смотрите, никто не хочет исхода. Вообще никто. И он состоялся. Как? Почему? Вот об этом следующая глава. Господь велел Моисею, иди к фараону, царю египетскому, скажи ему, чтобы он разрешился нам, Израилеву, идти из его страны. Ну, опять. Опять вот бестолку. Нет, иди, 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 ходи, объясняй это, требуй, доказывай, убеждай. Уж если сыны Израилевы меня не слушают, сказал Моисей Господу, как же послушается меня фараон? Не умею ее, ладно, говорить. Господь говорил с Моисеем Аароном, он велел им идти к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Ну, какая-то прямо вот навязчивая идея. Да, вот если бы мы не знали всего последующего, мы бы сказали, ну, хватит уже, ну, сколько можно, ну, ничего же не получается. Да, причем со всех абсолютно точек зрения. И тут такой маленький перерыв, а кто, собственно говоря, о ком мы здесь говорим про Моисеева, брата Аарона? Откуда они взялись? Вот про родители их родов. Сыновья Рувима, Рувим первенец Израиля, Енох, Полух, Ицрон и Карми, от них пошли роды Рувимовы. Сыновья Симеона, Емуэл, Ямин, Охад, Яхин, Цогар и Саул, сын Хананенки, от них пошли роды Симеоновы. Вот имена сынов Левия в порядке их старшинства, Гершонки, Хат и Мерари. Левий прожил 137 лет. Сыновья Гершона. Мы видим, как и в книге Бытия, перечень племен или колен Израилевых, но на Левии останавливается подробно, потому что как раз оттуда Моисей и Аарон. Сыновья Гершона, Левни и Шеми со своими родами, сыновья Кихата, Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэл. Кихат прожил 133 года. Сыновья Мерари, Махли и Муши, таковы роды Левита в порядке старшинства. Амрам взял в жены Йохэвет, свою тетку, она родила ему сыновей, Аарона и Моисея. Ну вот. Амрам прожил 137 лет. На них не заканчивается, потому что левитов больше. Сыновья Ицхара, Корах, Неф и Газихри, сыновья Узиэла, Месаил, Элсфафан и Ситри. Аарон взял жены Илешеву, дочами Надавы, сестру Нахшионара. Она родила ему сыновей, Надавы, Авиуда, Илиазара и Тамара. Вот Аарон тот самый. Сыновья Кораха, Асир, Алкана и Виасаф. От них пошли родыки Корахова. Илья Азар, сын Аарона, взял в себя в жены одну из дочерей Путиэла. Она родила ему сына Пенехаса. Таковы породители ревитских родов. Ну и при чем здесь это? Вот наивысшая такая, даже я бы сказал, наинизшая точка, да, когда ничего не получается. И тут вдруг пошли родословия, которые современные читатели обычно пропускают. Куча этих имен ничего нам не говорит. Ну, в древности, да, люди, они следили, кто из какого рода, они обращали на это внимание, но нам это не нужно. А вот смотрите, в какой-то момент повествование как бы заземляет нас, да, вот оно нас обращает к этой реальности жизни, к реальности истории. Вот кто эти люди, откуда они взялись, как они связаны между собой. А дальше будет про то, как они что-то для себя крайне важное нашли в этой истории. Это им, Арону и Моисею, Господь повелел вывезти из Египта воинство сынов Израилевых. Это они, Моисей и Арон, держали речь перед фараоном, царем египетским, чтобы вывезти сынов Израилевых из Египта. Это не какие-то ангелы с неба. Это не какие-то особые люди, вывезенные в пробирки, я не знаю, где еще. Это вот люди из гущей истории. Это Иван Иванович Иванов из такого-то города, Мария Петровна Сидорова из другого города, да. Вот они двигают эту историю. Не потому, что они самые славные, крутые, замечательные, потому что Господь с ними. Когда Господь в Египте говорил с Моисеем, он сказал ему, я, Господь, все, что я говорю тебе, передай фараону царю египетскому. Не умею я, ладно, говорит, ответил Моисей, разве послушается меня фараон? В седьмой главе будет на это ответ. И вот этот Иван Иванович Иванов, это Мария Петровна Сидорова, они говорят, мы тут кто? Мы никто, назвать никак нас никто не послушается. Это вечная песня. От меня ничего не зависит, все без нас решили. Что же мы можем поделать? Давайте лучше потихонечку, может быть, нас не очень больно будут бить, и кирпичей нам норму хотя бы не увеличат. Вот эта вечная песня, ей противостоит настойчивый призыв Бога, иди к фараону, иди к фараону, говори с ним, я с тобой, все изменится.